Вот, фальня, видите какая? Вот. Ольга Ермоленко показывает нашей съемочной группе свою брошенную квартиру. В этом доме в селе Правда в октябре прошлого года произошел пожар. Семья Ермоленко, как и многие другие, оказались на улице. До сих пор своего дома ни у кого из погорельцев нет. Мы везде все, да, мы писали, пишем все, везде, во все инстанции у нас бесполезно, говорю. История началась задолго до пожара. Вместо обещанной придворовой площадки администрация Хомского района решила построить детский сад. Так перекрыли подъезд к дому. По узкой дороге не могли проехать ни машиноскорые, ни пожарные. В октябре прошлого года горящее деревянное здание удалось потушить с трудом. Технические причины пожара не усматриваются. Возникает вопрос, почему сгорел наш дом. Ну, сразу же, когда работали здесь пожарники, говорили о том, что возгорание произошло из квартиры номер 6, именно из зала. Причем это возгорание произошло в результате того, что там была огнеопасная жидкость разлита в трех местах. То есть на собрании, которое было чуть позже, с представителями администрации, мэр Хомского района Олег Петрович Назаренко говорил о поджоге. То есть это не с моих губ слетело по поводу поджога. Это им было произнесено. То есть его версия, что вы сами, например, поджогли? Совершенно верно. Зачем 32 жителям поджигать свой дом, для всех остается загадкой. Всем погорельцам выплатили по 10 тысяч рублей компенсации ущерба. Люди просили о том, чтобы их дом все-таки оставили, ведь у многих в квартирах следов пожара и нет вовсе. Но отопление отключили и посчитали. Стоимость ремонта дома 24 миллиона рублей. Недосягаемая сумма для Хомского района. Погорельцам предложили временное жилье в общежитии. Вот, в этой комнате я должна была сделать себе кухню, спальню и туалет. Здесь же мыться, здесь же стираться. Все в одной комнате. В общежитии комнаты хоть и после ремонта, однако санузел обещает желать лучшего. Он один на этаж и без дверей. Душевой комнаты здесь и вовсе не имеется. Облицовка здания отваливается. Ремонт здесь делают с помощью тряпок и камней. Ими затыкают дыры. Конечно, от такого жилья погорельцы отказались. Жить возможно. То есть вы бы пошли жить? Ну, если когда негде жить, конечно, я бы пошла. Это мое мнение. Люди хотят лишь одного – обрести свой дом. Но пока всем погорельцам приходится скитаться по родственникам и знакомым. Или снимать квартиры. Говорят, в одном из писем специалисты администрации обещали дать жилье до 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова